Приветствую вас! Сразу хотел бы отметить один позитивный момент и один момент больше, наверное, негативный. Позитивный момент связан с тем, что вы разбираетесь в своих чувствах. То есть у вас есть ваши чувства, у вас есть ваши эмоции, вы понимаете, что происходит, у вас есть ощущения, у вас есть осознание того, что вы чувствуете. И мне кажется, что в целом это довольно такой, знаете, позитивный факт. Вот, потому что с чувствами, если они у вас есть, да, с чувствами можно работать и, в общем-то, это будет достаточно продуктивно. Негативный же факт заключается в том, что вы не раскрываете свои личностные проблемы, в результате которых это все началось. Вот. То есть, по сути, нет изначальных, изначальные проблемы. Нет. Нет. Понимаете. То есть, нет изначальной проблемы, с которой все началось в исходной точке. Нет. Если вы говорите, в силу определенных личностных проблем у меня, вот, значит, ну, по сути, вызывает вот такие эмоции, да, такие вот чувства я испытываю. Ну, ведь личностные проблемы, если они у вас есть, то они начались у вас ведь с какого-то момента. с какого-то аспекта, какая-то, наверное, все-таки обратная, какая-то, наверное, исходная точка у этого есть. И вот мне кажется, что именно эту точку, эту точку, да, мне кажется, и нужно в первую очередь найти, потому что с нее все началось. Вот. Дальше. Что касается ваших отношений с родителями в целом, то я бы, наверное, мог сказать здесь, что вы находитесь в треугольнике Карпмана, который описан достаточно подробно, например, тем же Эриком Бёрнем, вот. И исходя из терминологии треугольника Карпмана, вы находитесь в роли спасителя для своих родителей, вы их спасаете, вы пытаетесь для них много чего делать, и именно поэтому они к вам и обращаются, потому что они знают, что вы не откажете им от того, чтобы продолжать, условно говоря, вас использовать, они сознательно или нет, скорее всего, бессознательно вызывают у вас чувство вины, вот. То есть специально ведут себя так, чтобы у нас было желание, чтобы у вас была потребность, как вам так сказать, доказывать им, чтобы своим родителям, что они на вас счет не брали, вот. Понимаете, какая штука. И это очень важно понимать, да, это очень важно понимать этот момент. И из роли спасителя, опять же, нужно выходить путем принятия личной ответственности за то, что с вами происходит. В том числе, да, ваши чувства, которые вы, к примеру, испытываете, да? То есть вот за ваши чувства и за ваши эмоции. То есть, например, ну вот, ну вот, например, да, например, то вот чувство вины, допустим, которое у вас имеет место быть, раздражение на родителей, которые вы, на мой взгляд, пытаетесь как-то вот скрывать, да, которые вы пытаетесь подавлять, скажем так. Ну вот. То есть вот за эти чувства, получается, вы не несете ответственности как таковой. Хотя они, эти чувства, на самом деле, очень важны. Вот. Ну, потому что это ваши эмоции, ваши переживания. Вот. То есть мне видится история такой, что вы, вот как-то, знаете, ну, может быть, сами того не желая, да, вовлекаетесь в эти очень деструктивные отношения, которые начались еще с детства. То есть, грубо говоря, с детства вам прививали определенное чувство вины. И с детства у вас было ощущение необходимости, значит, ну, что-то доказывать своим родителям. Вот. И так далее. То есть это вот то, что у вас было, то что, ну, то что с вами вот происходило постоянно. И, возможно, вы привыкли так жить, пока вот не произошли какие-то события, которые вывели вас, там, ну, по сути, из равновесия духовного, да. И теперь вы вот чувствуете, что больше так уже не можете. Вот. То есть удивительно, не удивительно, а показательно здесь то, что вы, вот, ну, что вы не так сильно, знаете, хотите разобраться в том, вот, именно, какие личные проблемы привели вас к этой ситуации. Как в том, вы хотите разобраться, как вам, собственно, вот, справиться с теми чувствами, которые у вас есть к родителям. То есть, может быть, это позиция и верная, может быть, это позиция и верная, но мне кажется, что здесь вы так вот сразу этот вопрос не разберете. Дальше. Значит, в последнее время, так, в силу личных проблем я стал чувствовать себя морально и физически истощен. И на этом фоне родители стали вызывать сильное раздражение и стресс. Но, да, это то, что я говорил, какое раздражение, то есть, какие проблемы личные у вас появились. В каждые выходные едут загородители и возвращаются туда со стресс. Ну, здесь сразу возникает вопрос, да, зачем вы туда едете? Вот, сразу возникает вопрос, зачем, для чего вы туда едете? А, ну, может быть, с какой целью вы туда едете? Вы туда едете, допустим, чтобы что? А? Да. То есть, вот, чего вы хотели, чего вы хотите, что вы хотите, что вам нужно. Вот. То есть, это, мне кажется, очень важный такой момент, на который вам, ну, желательно обратить свое внимание. Да, то есть, для чего? Вот, вы просто говорите, я еду за город. Ну, когда вы говорите, что вы едете за город, это просто констатация, констатация такого, можно сказать, факта, да. То есть, это вот именно констатация фактов, что я еду за город, скажем, к родителям. Но, ведь, этого же, я думаю, вы согласитесь с тем, что этого, ну, недостаточно, потому что, вы не едете туда, потому что, потому что вам надо, потому что вы считаете, что вы должны. Потому что, есть, ну, возможно, какие-то еще моменты, которые мотивируют вас это делать. Ну, мне кажется, что вот это, это нужно обязательно поиследовать. Так, пока получается, что-то достаточно, знаете, так, отстраненно. Дальше. Так. Возвращаюсь оттуда со стрессом. Ощиники, как будто рано нанесены родителями в детстве, после встречи с ними стали кровоточить. То есть, я часто с этим начинаю смыть и плакать. Грубые слова в мой адрес, экринжение моей свободы, контроль родителей в моем присутствии. Рук контроль, руку на родителей в моем присутствии, пьянки отца, все их ошибки, которые в детстве не виделись ошибками, сперять же видели. Ну, звучит это все так, как будто это было всегда, просто сейчас вы увидели это. То есть, вот это звучит, вот, именно так, да. То есть, это звучит так, как будто, вот, вы этого раньше, раньше вы этого вообще, ну, как бы, не замечали, да. Да, это звучит, звучит, я боюсь, вот, именно так, на самом деле. Вот. Аспект здесь вот такой. Другое дело, опять же, да, с чего это началось, да. То есть, с какого момента это началось. То есть, опять же, эээ, что, допустим, эээ, с вами произошло. Понимаете, да? О чем идет речь. Дальше, эээ, так, каждые, так, каждые выходные, не проходят выходных, не проходят выходных, которые не заканчиваются без замечаниями в мой адрес. Вот здесь хочется, на самом деле, знаете, эээ, ну, сказать или спросить, спросить у вас. А вы чего-то от родителей, эээ, другого ждете или ждали, что вы говорите, вот, о том, что не проходят там и, эээ, дня, ну, не проходят выходные, чтобы, чтобы, эээ, чтобы не было, каких-то, ну, замечаний в марте. То есть, ну, вы, эээ, ожидаете от них какого-то другого поведения или, или как, или как? Если, если да, то, опять же, эээ, с чем это связано, да, на что вы, эээ, ориентируетесь? Почему, почему вы ждете, вы ждете, эээ, что они будут, ну, вести себя по-другому? Вот. То есть, мне кажется, что это очень, эээ, такой вот, эээ, ну, очень важный момент, на самом деле. Вот. Эээ, ну, по моему, по моему мнению, по моему мнению. Эээ, дальше, дальше идем. Так, например, эээ, мама поправляет на ощупь, говорит, что я неправильно ее одел, или говорит, что я одеваюсь как низенькая, потому что она же куртку, что мне мало. Ну, опять же, да, то есть, тут вот у вас, как будто, такое ощущение, что вы ждете, ээээ, ну, ждете, ээээ, какую-то реакцию просто людей. Ну, вот, в данном случае, да, вот, эээ, ваших родителей. То есть, вот, ээээ, с чем это связано? То есть, вы правда считаете, что ваши родители, они могут поменяться, вы правда считаете, что ваши родители могут идти себя по-другому? То есть, вас это стало, эээ, задевать, это, эээ, я понимаю, я понимаю, что вас это стало задевать, я понимаю. Но, вопрос, опять же, заключается в том, эээ, с чего вас это стало, ээээ, задевать? То есть, эээ, вот, что послужило, ээээ, причиной, эээ, того себя это стало задевать. Мне кажется, это нужно выяснить, обязательно. Вот, ээээ, значит, ээээ, такой момент, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ хотел бы вам, вот, сейчас, да, на данный момент сказать, ну, вот, потому что это, это важно, это важно, очень, очень важно это все, вот, значит, дальше, дальше, вы говорите о том, что он, очень много, вот, вы пишите, что он, значит, третий, значит, так, почти не бывают выходных, которые не заканчивались бы руганью с папой, да, что это, вот, почти не бывают таких выходных, которые бы не заканчивались бы тем, что вы со своим отцом не ругались, ну, не ругались, вот. Ага, мне кажется, очень важным, мне кажется, очень важным, опять же, спросить, а чего вы ожидаете? То есть, ага, значит, чего вы ожидаете за раз, два, почему вы считаете, например, что должно быть по-другому, третье, ну, да, ругань, ругань, понятно, ругань, это понятно, но вы сами тоже, получается, вовлекаетесь, вовлекаетесь в, ну, в конфликт, вот, получается, вы сами, получается, участвуйте в конфликте, и я полагаю, что у этого есть некие причины, почему вы вовлекаетесь в конфликт со своими родителями, вот. То есть, мне кажется, это тоже такой очень важный аспект. Дальше, он недоволен всем из-за, его картина депрессивна, негативна, он не упускает в случае подтвердить его примерами телевизора, собственной жизни, засылками на родственников, друзей, соседей моей мамы. Мне хочется сказать, что все это не совсем так, что поступки людей могут не понять по-другому, но все заканчиваются конфликтом. Вам хочется сказать, вам хочется сказать, что это все не так. То есть, вам хочется, получается, с ним поспорить. Но, зачем, вот, зачем вам с ним спорить? Для чего? Ну, вот, я серьезно, для чего вам с ним спорить, почему вам хочется, допустим, ему, там, что-то возразить, к примеру? Ведь есть же, наверное, у этого тоже какие-то свои причины, есть же, наверное, у этого тоже какие-то свои основания, вот, у того, что, ну, у того, что вам так хочется. То есть, это, мне кажется, тоже, то, что нужно, вы, вы, выяснить. Дальше, почти не бывает выходных, да, и все заканчиваются конфликтом, говорите вы, все заканчиваются конфликтом, говорите вы. То есть, это, знаете, вот, как сказать вам, это аспект снятия ответственности за, ну, за себя, то есть, в конфликте, в конфликте вы начинаете участвовать. Ну, вот, как бы, вы начинаете участвовать в конфликте, почему-то, да, так вас как-то это, ну, задевает, может быть, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Дальше, эээ, так, значит, цель оканчивается конфликтом, почти не бывает выходных, когда мама не жаловалась бы на то, как ей скоро живет, в каком у нее плохом здоровье. Здесь, опять же, есть, на мой взгляд, момент, согласно которому, ваша мама, она просто, вот, знаете, делает, ээээ, она ведет себя так, эээ, исходя, опять же, из, ээээ, своей модели поведения, ээээ, которая у нее, ээээ, к сожалению, жертвы. Собственная модель поведения, это модель поведения жертвы. Вот. И она ведет себя, собственно, так. А-а-а, как же, как жертва. Но вы на это, вас это вздевает, эээ, по какой-то причине, причине вас это беспокоит, вас это беспокоит. И вы на это реагируете. Вас это вздевает, что мама ведет себя как жертва. Ээээ, парадокс, эээ, в некотором смысле здесь в том, что вы отказываетесь принять ее, принять ее позицию, ээээ, такой, какая она есть. То есть, кто это мамин выбор, например, страдать, кто это мама хочет, хочет, например, страдать, ну и так далее. Дальше, ээээ, так, бывает, что я предлагаю ей помощь по дому, бывает даже, что моя семья и семья мои сестры договариваемся с ней, что мы приедем помочь ей, например, выкопать картошку, перекопать огород. Как правило, оказывается, что к дню нашего приезда картошка выкопана или почти выкопана, полы дома помыты. В ответ на мои сестры, эээ, так, помыты. Ну, эээ, я здесь не очень, вот, понимаю, ээээ, что вы хотите сказать этим. То есть, то, что, по факту, по факту. Получается, что мама ваша справляется сама, да, она это как-то, вот, как-то обвиняет вас, обвиняет вас или что. То есть, вот, эээ, мне кажется, что этот момент, он, эээ, ну, нуждается в эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ который ваша мама ведет себя, ну, каким-то образом, да? Вам это не нравится, вы чувствуете обиду или что? То есть, вот, мне кажется, что этот момент его нужно понять. То есть, если, допустим, вы, к примеру, договорились о том, что будете помогать маме, то, опять же, где граница личной ответственности вашей за, вот, ну, за все, что, что вы собираетесь для нее сделать, и где граница именно ответственности, и, как бы, есть ли она граница этой самой ответственности. Вашей маме просто внимание нужно, вот, это вот по, ну, по опыту могу сказать, что ваша мама просто нуждается во внимании, и все. То есть, ей не так важна помощь, сколько, вот, важно чувствовать, что ей именно хотят помочь. Вот. Дальше, в ответ на мои старания для родителей, они почти никогда не говорят мне спасибо, не выражают признательности. Но, опять же, здесь вопрос основной, который, вот, вам хочется задать, это вопрос того, а почему вы считаете, что родители должны вас благодарить? То есть, я не говорю, что они обязаны, да, вас благодарят, я не говорю, что они не должны, но почему вы считаете, что должны, ведь вы же считаете, получается, что они должны, должны благодарить вас за то, что вы для них, получается, делаете. Вот. Ну, соответственно, возникает вопрос, а почему вы считаете, за судьи, если вы для них что-то делаете, то разве это не ваша, например, ответственность, разве это не ваша, не ваш, например, выбор, делать для них то, что, ну, что, что, вот, вы хотите сделать, опять же. Дальше. Например, папа любит читать книги, если я покупаю удачные, он их молча берет, если неудачные, высказывает негатив. Вот, позвольте спросить, а вы книги вообще, вот, зачем родителям своим, ну, покупаете? То есть, цель у этого какая? Зачем вы своему отцу покупаете книги? Вот. Особенно, если вы, там, не знаю, допустим, не уверены в том, да, что он оценит это, одобрит это, ну, как-то еще. То есть, зачем? Что, и что вам медвидит, когда вы пытаетесь, когда вы столько покупаете для них? А дальше, так, значит, подарки нам этого самого, начали приобрести чтвертка, говорите, не надо было покупать, через длительное время, начинать пользоваться, а даже если читать, читать книги с того, она должна говорить, что ей это не нудно, если спросить у нее, что ей нужно, она скажет, что ее вообще ничего не надо, здесь прошла, а мы родителям просто невозможно угодить. А зачем вообще, зачем вообще им угождать? Я, если честно, вот, какое-то, какое-то, знаете, пояснение, я пояснение хотел бы, на этот, вот, на этот счет. Это и зачем, родителям, да, зачем родителям, угождать? Вот, как-то, мне кажется, это было бы весьма полезно для вас и для нас узнать и понять, что вы, вот, ну, что вы вкладываете вот в это, в помощь своим родителям. То есть, если вы делаете для них, допустим, что-то, если вы хотите что-то для них сделать, то сделайте, просто сделайте и все. Ну, у вас какие-то, вот, ожидания. Дальше, угодить, да, угодить это, вот, ну, желание угодить, это, по сути, есть такой психологический драйвер, который, который так и называется, так и гласит, угоди мне, угоди мне, гласит этот драйвер, вот, и, собственно, вопрос возникает, да, вот, как вам из этого драйвера выйти, чтобы вы не стремились всем угождать, вообще, чтобы вы не хотели угождать всем и, ну, и вся, да, вот, в частности, например, своим родителям. Это, мне кажется, очень важный момент, вот, потому что, мне кажется, что это важно, это очень важно. Дальше, идем. Сейчас уловлю себя на мысли, что родители как бы стыдятся меня и уверены в том, что я бездон, ни на что не способный человек. Например, от папы в детстве я слышал, у меня совсем нет вкуса, что я книги за один год не прочитаю, мама часто рассказывает, мы адрес применительный к домашнему хозяйству, она говорит, у тебя не получится. Ну, вы знаете, здесь у меня есть такое ощущение, да, что для вас очень важно мнение родителей. То есть, вот, сейчас вроде бы как вы взрослая, да, вот, сейчас взрослая, но все равно по-прежнему, по-прежнему вы хотите, чтобы родители вас задобрили. Просто напросто. По-прежнему, ходить просто, чтобы родители именно одобрили то, что, вот, вы делаете. И это, вот, вопрос к вам, что вы к себе, получается, неуверенны или уверены, но не так, как вот могли бы, да, то есть, в чем-то вы к себе сомневаетесь. Опять же, те же самые личностные проблемы. Так, у бабы в детстве также прослеживалось мысль, что я плохая девочка, так как пошла вся в маму. Мама, с точки зрения, плохой человек, а мама, с его точки зрения, плохой человек, но если так получит, а мне, что она в его рот. Ну, здесь у вас имеет место быть расщепление, как это, вот, мне видится, да. механизм расщепления, это такая очень полезная для ребенка история, когда родители тянут его в разные стороны, вот, и ребенок, он по факту, по сути, он вообще не знает, что он, кто он и куда он вообще идет, вот. Дальше, так, с папой тоже так, если я говорю маме, что мне неприятно и непонятно такое поведение, она говорит, говорит, делает, лично не понимает, о чем я говорю, а опять же, знаете, какая штука, очень важный контекст, в котором вы это говорите, то есть, да, ваша мама, она защищается, это очевидно, и до родителей какие-то вещи у вас донести не получится, потому что, ну, они все-таки уже достаточно пожилые, и изменить, изменить, эм, свою модель поведения им сложно при всем желании, а желания у них нет, поэтому, как бы, тут такой момент. Другое дело, если вы будете говорить, эм, что вам просто неприятно, не ее поведение, а просто неприятно, что вам больно, что вам грустно, это уже другой вопрос. Я замечаю, что мои родители абсолютно беспомощные люди, я кладу им деньги на телефон, толкую письма от госорганов, вообще, ну, то есть, по сути, вы говорите о том, что вы их, опять же, спасаете. То есть, все это спасительство, к сожалению. Вот, эм, спасительство, то, что я вижу, то, что я вижу, это спасительство, на самом деле. Вот, и я, в некоторой степени я вас понимаю, в некоторой степени я вас понимаю, а вот, но, вы это все делаете, опять же, как вы это все делаете, да, то есть, насколько вы все это делаете, по, грубо говоря, ну, доброй воле, доброй воле, да, насколько мы свободны. Дальше, они куча своих проблем решают через меня. Так, ну, треугольный Карп, Карпмана, когда они меня демнобросят, во мне борется целая гамма чувств, чувство вины перед ними, чувство долга перед ними, разражение на их беспомощи, желание помогать, разражение на то, если не секрет, плохой девочке, в то же время, они во мне видят решение своих проблем. Смотрите, ну, вот, с каждым из ваших чувств, да, нужно работать. Работа. То есть, и чувство вины, и чувство долга является интроектом. Интроект, это вот то, что, ну, изначально, не ваше. Вот. Это интроект, что-то изначально не ваше. И, соответственно, убрать это, чтобы вам было легче, чтобы вам было проще, вполне мощно, да, то есть, это вполне решаемая задача. освободиться от чувства вины, там, определить границы, там, где я, где они, вот, это все реально. Вопрос в том, хотите ли вы это. Дальше, дальше, как мне понять их поведение, это плохая, но проблема наша решает. Никак, их не надо понимать, это бесполезно, абсолютно, вы их не поймете никогда. Ну, потому что, опять же, это их, это их модель поведения, это их реакция, это их действие, это их решение. Никак, никак, вы их не поймете. Почему не обращаются ко мне за помощь, они экстрем, потому что вы взяли ответственность за их благодолучие. Если бы вы, ответственности, такой, не взяли бы, вот, то, я полагаю, что, они бы к вам, и, не обратились. А так, поскольку, у них, получается, у них получается, повесить на вас, чувство вины, вот, они могут это сделать, то, соответственно, почему бы и нет. Далее, как мне справиться с обидами, которые мычают меня, незалечиваясь обозначить, после каждой на этой встрече. обиды не, с обидами не справляются, обиды, я бы сказал, раскрываются. То есть, вам, не справляться нужно, с обидами, своими, а их нужно раскрыть. Вот. Просто раскрыть ваши обиды. И все. Принять оно. Принять, что вот у меня есть обида, понимаете, принять это, просто принять, просто принять. Вот. Это, это абсолютно, абсолютно нормально. История, когда, вот, человек принимает свои обиды, принимает то, что он чувствует, не держит их себе, и не держит их себе, а вы считаете, видимо, что у вас их вот, ну, быть не должно. Вот. Собственно, справиться с обидами, это что значит? Это значит принятие. То, что родители вас отслаивают. Как мне относиться к своим родителям, чтобы устраиваться с негативом, который на меня льется, при том, что у меня не мучила совесть, и плохое отношение к ним, когда они умрут? Ну, с совестью нужно работать, это чувство вины. Что касается, как мне относиться к своим родителям, чтобы устраиваться с негативом, а вопрос возникает, а почему вы негатив на свой счет принимаете, как бы? То есть, ну, вот, с чем это связано? Связано, что вы принимаете на свой счет негатив ваших родителей. То есть, мне кажется, что в этом есть корень и причина того, что с вами происходит. То есть, не принимая вы на свой счет, не принимая вы на свой счет того, что дают вам родители, и все, все было бы хорошо. Но негатив и хват задевает, вам хочется с ними спорить, вам хочется как-то вот противостоять им, что-то доказывать. А значит, вы в этом смысле не очень в себе уверенно. Понимаете? Какой-то какой момент. И вот именно с неуверенностью в себе, с причинами неуверенности в себе и нужно работать. Далее, определите для себя, собственно, то, как вы хотите относиться к родителям. Так, например, как будто они здесь и сейчас умрут, или все-таки так, как будто, вот, знаете, ну, это все-таки люди, да, ну, так, как будто вы, не торопитесь, не торопитесь их хоронить. Вот. То есть, вот, считаете ли вы, например, что ваши родители, да, они достойны того, чтобы относиться к ним так, как будто они уже умерли, например. Вот. Ну, я так, например, я так лично не считаю. Вот. В целом, еще раз повторю, именно личностные проблемы, которые у вас появились, из которых началось, желательно подвергнуть анализу самому пристальному, потому что, судя по саму, что вы описываете, именно с них все и началось. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.